здравствуйте друзья сегодня мы поймали василису на фотоаппарат получились красивые снимки ну конечно она не не очень участвовал фотосессии приходилось ловить вот и она держала мобилку как вы видите на фотографии и было очень весело смотреть мультики но мы сыграем как будто бы она ловит бабочку в полете потому что лапки у нее как раз именно так выстроены собственно так и рождаются идеи да вот девочка ловит бабочку вот и ну собственно самое трудное конечно это с детьми работать подлавливать их а уж тем более конечно речь не идет о том чтобы работать с натурой вот ну хорошо есть хорошие фотографии и так я беру большую кисть на сей раз у меня разбавитель немного белил синенький розовенький поскольку задник у меня тёмен тени теневая солнечный день синих сиреневит то я набираю крупным таким захватом вы видите я взял строительную кисть чтобы это было быстро тенистое проявление природы в данном случае и в траве сиреневые мигают поскольку тень синих и сиреневит и свет в данном случае как вы знаете в пленере оранжевит поэтому здесь у меня сининка будет набрана теперь это в инка а на свет возьму английскую красную в разбели и такой оранжеватый можно с охрой чуть-чуть оранжеватый оттенок света наберу как вы видите я не стал менять кисть чтобы чистить чисто заложить потому что чистый цвет собственно и не нужен найдем приблизительное пятно ребенка в картине на фотографии вы видите ребеночек смещен влево но поскольку перед ней будет бабочка и она мчится сюда то естественно сместить ее разумнее правую часть картины тонально платье в тени практически равно свету цвету освещенной травы практически равно свету то есть данном случае это конечно некое усложнение тельце розовит вот она головочка головочка крупная поскольку это младенчик ручка находится вот этот сгиб находится по середине формата фотография дает возможность откатировать это вторая ручка ножички как бы по траектории вы видите рисунок достаточно приблизительный и снова теничка которая падает на траву от от младенчика контражерный свет сразу создаст ну понятно что требуется видение рисунка но опять же напоминаю что вы можете пользоваться техническими удобствами которые предоставляют сегодня фотография и проекторы разного рода и выручать таким образом свое еще несовершенное рисование такое вот оно это говорит но это он это это и вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Светлые партии любят густую краску, поэтому их я набираю густо, мазково. Стоит запомнить эту мысль, что светлые партии любят густую краску. 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 Зeledим неELI. Светлые партии любят густую краску. Светлые партии любят густую краску. Светлые партии любят густую краску. Причем уже на имеющуюся краску. Я бы сделал бы линейные обводки изображения и смог бы спокойно развивать тему рисунка уже цветом. Многие из вас хорошо видят в цвете, чувствуют краску. Это нередко встречается среди новичков. Ну, как хромает рисунок, точность рисунка, поэтому не стесняйтесь пользоваться техническими средствами. Иначе вы потеряете конкурентное преимущество по отношению к другим художникам, особенно профессиональным, которые вовсю пользуются всеми средствами. Смотрите, вот здесь стельце, проходя, создало некую тенистость. Оно же несколько оранжевостью своей просвечивает сквозь платье. Тенистый цвет синит, прозрачность краснит, оранжевит. Оба цвета, мигая, создают эффект присутствия тельца от плотин. Нежненький, почти светящийся, как фонарик, цвет ручки. То есть идея, как бы, пальчика на свет. Ручки одной и ручки другой. Здесь идея светящести не такая выраженная, поскольку ручка находится в тени. И контражур света не пронзает ее насквозь, не создает этой прозрачности тельца. На фотографии рука ровно смотрит. Но нам это не выгодно. Бабочка будет где-то здесь. И кукольца пытается объять бабочку своими лапками. Ну и вообще красиво, когда есть зигзаг руки, показывающие, что рука состоит из косточек. Поэтому ручка будет бережно. Возможно, нам придется сделать фотографии именно ручки в этом положении, в этом освещении, чтобы дописать картину с уточнениями. Ну, а та лапка вполне устраивает идеально. Звучит и действует. У ребенка часто содержание личика у младенца. У младенца все содержание личика скомканно. Скомканно. У взрослого человека черты начинают расползаться. Огромная головочка у младенчика и собранные в кучку черты лица. Приятного цвета губочки. Обычно носик чуть краснит. Создаем смайлик лица. Многие очень боятся лица. Но во многих случаях в живописи, я думаю, вы не раз это встречали, особенно у импрессионистов, портрет заканчивается всего лишь смайликом лица. То есть не выписанностью, а буквально обозначенностью черт. Желтенький рефлексик на подбородочке от платьицы. Академия Смотрите, на спинку ушел свет, потому что она освещена с той стороны. Вот уже немножко щечечно округлились. Округлилась мордочка. На фотографии глазки закрыты, поскольку практически смотрят на экран мобилки. А мы их чуть-чуть приоткроем, для того, чтобы Василиса смотрела на бабочку. Проводки едва различимы на юном личке. Вот такой штук. Мерцание черт. Нет такой чертежа лица, нет. Вы видите, носик едва обозначен сизоватым светом, розово-сизоватым. Иногда приходится щупать рисунок. Потому что черты настолько неуловимы, настолько призрачны. Но щупанием можно добиться... Ну вот я туда толкнул, сюда толкнул, потолкал, потолкал чертежик. И немножко уже сформировалась ясность. Ушечка обычно преувеличена, краснит. Живопись любит преувеличенную красноту ушек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова И так далее. Опять же, если бы это был белый холст, набор пятна головы был бы затруднителен, поскольку мы бы не видели это в контексте фонового пятна. Поскольку сзади теневая, а значит синит-сиреневит, то, естественно, голове очень удобно расположиться на таком фоне. Ну и вот постепенно что-то прорисовывается. Сильный рефлекс. От освещенной части платья с той стороны на ручку вот в этом месте. И смотрите, он становится как персичек прозрачный. Продолжение следует... Еще немножко уделю внимание платьицу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножечком. Естественно, набрав первые проявления рисунка, стоит отойти и внимательно всмотреться в пропорции. Опять же, если вы пользуетесь техническими средствами для набора рисунка, то вы гарантированы на точность силуэта и движение фигуры. Снова берусь за большую кисть. Для того, чтобы набрать зелень, добавлю немного красок. Разноцветится красок на палитру. Траву наберем тоже крупными замесами, почти раскрашивательно. И краснинку в зелень добавляем. Я взял изумрудную и добавляю к ней то коричневинку, то краснинку. В то желтинку набираю теневую часть зелени. Вот эти вот полосы света и тени создадут уход туда, вглубь пространства. Вот эти вот, как фигуран. Вот это жм6-7 раз. Окей, еще раз. Вот это жм6-7 раз. Полосы света. Вот это жм6-7 раз. Вот это жм7-7 раз. Здесь жм7-8 раз. Казалось бы, мы синий цвет закрасили Синий-сиреневый цвет закрасили Но тем не менее, он даже помигивая Подмешиваясь и помигивая в этой траве Усиливает впечатление о теневом О своем теневом происхождении Больше белил, охры И делаем световую Желтенький Вы видите, вот такие чирки крупной кистью Достаточно убедительно создают эффект травы Субтитры создавал DimaTorzok Наращиваем густоту слоя Как бы послойная работа идет Первый слой заслонен будет более густым Следующим Как, собственно, в траве и происходит Ближе к Василисе Я кладу больше солнечности, оранжевости зелени Чтобы она буквально в своем желто-абрикосовом платье Почти терялась, растаивала в пространстве Кисть, вы видите, лежит к холсту И создает такие волосявые чирки Субтитры создавал DimaTorzok Розовый Подмешавшись к зеленому Дает эффект пожухлости травы Все-таки, когда солнце активное Трава потихонечку начинает И жухнуть тоже Субтитры создавал DimaTorzok Не только с веществом краски, но и просто процарапывая Можно добывать эффекты травяные полосочки Вот пустая кисть, а тем не менее создала выгодные полосочки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она и сама будет как бабочка И бабочка будет как она Несколько создам третий план То есть передний освещенный, второй в тени Третий как бы за холмом За травяным холмиком Для утемнения я беру Ультрамарин Беру Коричневый Субтитры создавал DimaTorzok Вы видите характер прикосновений То есть как будто не отпуская даже руки от холста Рождается такой ворох естественных Крючковатых даже линий Можно это же продолжить и более тоненькой кистью И какие-то лиственные Травы Показать Показать Где-то здесь будет лететь бабочка Тогда это успокоим Чтобы ее ничто не заслоняло Ну чтобы она хорошо была различима Бабочку конечно надо взять В интернетике Подсмотреть Часто они бывают С какими-то глазками С тельцами И будучи освещенной Пронзенной светом Конечно она Очень светлое пятно В картине Вместе с мудинчиком Ну-ка Снова То есть Пронзенной Выпу rid looking Пронзенной Шип Глод С Ваше Нарядная розовая лента Смотрите, создает вот такую змейку Окружность и платье Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Итак, смотрите, еще раз Просвечивает тело Мало того, тело и заслоняет свет Вот здесь платье не заслонено телом И оно больше просвечивает А здесь заслонено и меньше Ну, как бы более темное пятно Свет и исход теневой Несмотря на то, что разница тональная очень небольшая Но появившись, она рассказывает о свете Снова свет из-под теневой Даже незначительная тональная разница Вы видите, выявляет Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Нюансы уже тона, цвета Рассказывающие о складочках И прозрачности платьицы Темные щелестые места Стараемся делать с некоторой краснинкой Музыка Даже на фотографии хорошо различимы голубоватые оттенки платья Очень много узорчика Которые оттенки Которые можно слегка пообозначать Но видите, я сначала все-таки порешал вопросы Цветы цвета платья И только теперь Чуть-чуть подкладываю узорчик Музыка В этой удачной фотографии Сбывается то, что часто художники говорят Своим подопечным Своим ученикам Что натура подскажет Здесь действительно так много сбылось В плане художественности Снимка Что остается буквально Срисовать фотографию Смотрите Поскольку здесь теневая Тельце сиреневит Это рефлексы неба На тело Прямо сиреневый цвет А здесь свет пробивается сквозь Вот это место И освещает плечико Музыка Музыка Покажи Куэмо Музыка Покажи Музыка Тельце Музыка Тоже сочетание сиреневых, сиреневых, оранжеватых рефлексов. И даже зеленоватых по низу головки, по подбородку. Это от травы сильный зеленый рефлекс. Здесь оранжевый цвет не напрасен. Также, как и здесь, из-под контражурного света, вы видите оранжевит. Оранжевят волосы, хотя сам свет здесь, но оранжевят они, уходя в теневую. Поэтому и туда оранжевость, и сюда уместно. Волосики, в том числе, подвержены сиреневизне. То есть там, где редковолосая голова куколки просвечивает, там сиреневизна цвета. Все время пользуюсь тряпкой. После каждого прикосновения протираю кисть. Сиреневизна черный цена. Иллюзии. Иллюзий. Многие из вас для того, чтобы описать волосы, берут тонкую кисть. Не стоит брать слишком тонких кистей для этой задачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много, конечно, нежных оттенков в личике. Живопись чуть-чуть преувеличивает эти оттенки. И вот из серии преувеличений будет состоять... Будет состоять цвет личика. Субтитры создавал DimaTorzok Зеленые рефлексы, пробивающееся солнце в этом месте. И пальчики руки, как красные ягодки, просвечивают. Вообще детские, младенческие пальчики обычно краснят. Даже не только на солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что вот эта линия мнится темно-сиреневой, я ей придаю легкую красненьку. Поскольку щели тела любят красноту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну вот сейчас я вижу, что крупности головы не хватает. Ребенок получился трехлетним. А нам только два. Можно решиться и на увеличение. На камеру я уже не буду увеличивать, но так все-таки увеличу. Ну и тем более, что перечень черт такой нехитрый. Чуть-чуть раздвинуть, раздвинуть само личико и увеличится головка. Ну посмотрим, может быть мы еще сделаем вторую часть, но пока вот так. Я думаю, особенно женщинам понравится идея подобных портретов. И вы какие-то ключики получили. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok